Здравствуйте, мы в студии репортера, меня зовут Григорий Блайдов. В ближайшие 20-25 минут мы обсудим основные темы, которые беспокоят медиапространство Одессы и Одесской области. Я рад встретить в нашей студии Александра Терещука, первого замглавы Одесской обладминистрации. Александр Терещукович, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Вы в студии нашей впервые, я думаю, будет любопытная беседа, много вопросов к вам накопилось. Александр Терещукович, вы возглавили временную комиссию по расследованию резонансной трагедии в лагере Виктория, погибли три девочки. Вчера состоялось заседание, расширенное заседание этой комиссии. Что известно уже о предварительном ходе расследования, то, что можно сейчас, разумеется, озвучить в эфире нашей телекомпании. Я хочу сказать про то, что действительно распоряджение главы областной администрации, я очолил эту комиссию. До нее входят громадские, представники департаментов, входят адвокаты. Сегодня был адвокат у меня наших загиблих девчаток. И там комиссия вчера працювала. Завдание комиссии сегодня – это майданчик, на котором мы собираемся с участью правоохоронцев, прокуратура, процессуальники, полиция. Мы общаемся, смотрим, какие вопросы, какие проблемы. Никто не должен подумать, что это какой-то опит прокурора, опит следственного. Это общение. Есть проблемы. Вчера было много вопросов, которые задавали представители общественности. Я им за это благодарен. А следственные должны расследовать праву. Ну и у СМИ есть потребность в том, чтобы это расследование было открытым. И чиновники, прокуроры, сотрудники правопорядка публично отчитывались перед общественностью. Очевидно, и это одна из задач работы этой комиссии. Однозначно. Они информировали ту информацию, которую можно донести до общественности. Вона была донесена. Багато вопросов было поставлено. С привода пожара одни вопросов. Пресса ставила вопросов. И они сейчас все это протокировали. И должны дать на это ответ. Но следственным шляхом. Конкретно, какие факты сейчас можно озвучить? Потому что в СМИ то тут, то там появляется различная информация. Даже есть информация о том, что кто-то из правоохранителей заявил, что якобы уже предварительно одна из версий, которая рассматривается, это версия ненадлежащего состояния проводки. Другие утверждают, что это сечение факторов и человеческий фактор был во главе угла трагедии. Также есть информация, что вообще детский лагерь Виктория, этот корпус сгоревший не был поставлен, взят на баланс вообще соответствующих органов власти. И как таковые правила пожарной безопасности там выполняться не могли. Что вы можете сейчас озвучить? То, что будет интересно и то, что возможно будет озвучено впервые в медиа. Я хочу сказать про то, что много проводок для работы сегодня следственными органами. Значит, допитано уже около 100 человек. Проведено много обшук. А кто эти люди? 100 человек? Это родители, это функционеры, работники лагеря, чиновники горсовета. Допитывали функционеров, допитывали батьков, тех, кто находился там, кто мав отношения до начала строительства данного объекта, а также керевников департаментов, міськой адміністрации. Получалось много материалов. Сегодня про что снова говорить не можно, потому что работают материалы. Десь близко 20 экспертиз. И только экспертизы нам могут дать певные данные, потом анализируют, что следствие, процессуальные керы, которые смогут спрацювать, и донести до нас бачения. Да, мы бачим деякие вопросы, бачим певные недолики, которые там были. Но следствие сегодня работает, оно должно быть неупереджено, и должно дать все ответы на вопросы. Почему именно в обл. адміністрации создали такую временную комиссию? Ведь, по сути, лагерь муниципальный, принадлежит городу. Прокуратура – это отдельное ведомство, МВД, областное управление – это еще отдельное ведомство. Почему именно областная адміністрация стала таким себе арбитером этого процесса? Я хочу сказать вам, говорю, про то, что я проплацювал в Угранах близко 32 лет. Такая комиссия не створювала, хотя я працювал в городе Киеве и на высоких посадках. Это впервые я працюю в такой комиссии, резонанс, который был. И сегодня губернатор хочет, чтобы ситуация показалась объективно, как оно было, что было, и никто, ни от кого ничего укревать не будет. Это одно видение. И второе – участь в грамадской области, потому что на тех же допитах, на следствиях, никто не имеет права принимать участь. Там есть определенная процессуальная процедура. В данном случае мы, в рамках, возможно, что можно довести до грамадской области, до Батьковского комитета, который там был, мы все слушаем, дивимся, анализуем. И так же грамадской области проводят свои исследования. Проследования, материалы не дают, они долучаются. Пройдет неделя, вторая, третья, и мы запитаем в того же керевника процессуального, в следчего, а че долучились наши материалы, а який результат за ним, с часом, когда они это доследуют. Потому что это первое, я еще повторяюсь, така комиссия, где я в ней працюю. И сегодня то резонанс для того, чтобы увидеть объективность. Это думка губернатора. Сотрудники мэрии, мэр, заместители, профильные заместители, они охотно участвуют в заседании комиссии? Они не являются членами комиссии. Не являются? Они не являются членами комиссии. Членами комиссии выяснился Степанов, кто есть. Они работают, фактически все представители были, даже добавились отдельные, которые сегодня были еще, работают в этой комиссии. Параллельно с ходом расследования о трагедии Виктории проходит еще один любопытный процесс. Это активная проверка школ и детских садов в регионе на предмет противопожарной безопасности. В начале этой недели была озвучена цифра, что всего лишь 33% объектов детских садов и школ в регионе полностью готовы к подобного рода чрезвычайным происшествиям, как произошло в Виктории. Что делать с остальными 67%, которые пока признаются, что они не готовы бросить вызов возможным стечением строительства, в котором возник пожар в лагере Виктории? Больше того, Реори, я скажу вам, что и 33% не готовы. Сегодня ситуация критична. Действительно, працевники ДСНС працюют, проверяют, надают повненную информацию. Сегодня с губернатором разом над цими вопросами мы работаем. Проблема в том, что певные законодательские колизии, которые заборонили певный период заниматься этими вопросами, не позволили належный стан утриматься. А стан должен быть от начала строительства, контролироваться до его закінчения, до принятия эксплуатации. Да, мы провели три комиссии, ТЕП, ТСНС. На этих комиссиях поставили задачи, но разделили их на певные разделы. Первые задачи. Сегодня в каждой школе, в детском саду, в лекарне, должны быть вогнегасники, семя эвакуации, должны быть керевник, который будет отвечать. Это схема эвакуации, еще и реальная возможность реализовать эту схему. Нет, послушайте, я же не закинчиваю. Можливість эвакуации, как она будет действовать, и провести учения на конкретных подразделах, в начале Кукуштовой, а потом на конкретном и в конкретном закладе. Это то, что есть и другие заходы. Другой этап. Сегодня сигнализацию установить, например, я скажу про то, что завтра будут сигнализации в всех закладах, ну, это нереально. Зараз працюем с бюджетом. Працюют комиссии, працюют наши ДСНСовские працівники, для того, чтобы передбачить это вопрос, и протягом наступного года плідно этим заниматься. Багато законодавчих вопросов. Так наша комиссия вышла с пропозиции, губернатор вышел с пропозиции, про то, что позволить сегодня переверки в детских садочках, в лекарнях, в социальных закладах, где проживаются постоянно, значит, мешканцы, там есть люди, и это позволено нам сегодня. Мы переверки эти проводим. То есть, я так помню, я так понимаю, был мораторий, и после этих событий Виктория, этот мораторий был снят, то есть теперь можно без предупреждения проверять такие учреждения. Да, эти переверки мы проводим, будем переверти постійно. Ну, и заслуховать их на комиссиях, это безусловно, где-то в моей участке також работа, я этим занимаюсь, и вопросы очень важные. Поэтому вопросы будут вырешиваться, и они стоят, и их нужно вырешивать. Это однозначно. И бюджетные деньги на это должны быть. Это, поясните, это финансирование происходит за счет бюджетных денег областной администрации, либо все-таки совместно с госслужбой по чрезвычайным ситуациям, другими профильными ведомствами, которые заинтересованы в том, чтобы пожара в школах и детских садах не было? А есть ли какое-то понимание, какая сумма нужна на обеспечении этих вопросов? Потому что, например, вот в Арцизе для решения этой проблемы нашим журналистам сообщили местные чиновники, что необходимо минимум 9 миллионов гривен на решение проблемы, как минимум хотя бы пожарной сигнализации. Есть ли какое-то понимание, какая общая сумма необходима, и вообще предусмотрена ли она в бюджете? Либо она будет предусмотрена в бюджете уже 2018 года, к разработке которого сейчас вы приступаете? Значит, цифры я сегодня называть не буду, потому что это требует працювати, провести, промониторити все и сказать, нам потребна такая же цена. Я назову 20 миллионов, 50 миллионов. Но это не будет реально. Сьогодні побачить картину треба, переверите, а потом говорите про цифры. Наступное, с привода Арциза, також переверка в Африсе проводится. Значит, нам будет подано там 10 шкіл, значит, 5 детишких садочков, 2 лекарни, пораховали и вывели цифру. С привода выделения денег, в этом году. В этом году, в этом году, деньги будут выделяться, плохим, но и проблемы, связанные с тем, что многие претендуют на имущество конкурентов, фермеров. Я говорю о рейдерских атаках, которые происходят, к сожалению, с завидной периодичностью в Одесской области, особенно в этом году. Откуда возникают такие споры, и почему часто споры между конкурентами, фермерами переходит в ту красную линию, которая называется цивилизованная форма? На жаль, это не только в Одесской области, это по всей стране, но я скажу по Одесской области. Вчасно был создан антирейдерский комиссия, комитет, который сегодня работает. Вопрос решается тут же и на месте. Если только возникает конфликт, я сразу принимаю решение о том, что представители рейдерского подраздела выезжают на месте, вникают в вопросы, обеспечиваются правоохранительные органы по необходимости, если это полиция, нужна полиция, если это должны быть, значит, следовательная группа выезжает, например, это склад злочин, она следовательная документует, и определенные успехи есть. То есть, если вы увидите последние две недели, та информация, которая подходит к мне, а к мне вся информация подходит, рейдерство, такого мы не видим. Испугались, или все-таки эффективно действуете вы совместно с правоохранителем? Ну, я не хочу, чтобы кто-то нас боялся, о, я хочу иначе, я хочу, чтобы был порядок. И слышали, те люди, которые занимаются рейдерством, про то, что они будут нести криминальное покарание. Это первая сторона. Вот сейчас есть певные криминальные проведения, те люди, про которых идет мова, я не буду их сейчас говорить, это темные следствия, но они занимались руками рейдерства. Сегодня они первое свое рейдерство провели в одном из районов. Значит, тут же порушено проведение, сейчас там готовятся певные следственные действия, допитываются, готовятся подозрители, это целые преступные группировки, правильно я понимаю? Это не какие-то случайные, там, вот я хочу, я претендую на имущество соседа, да? Это какие-то целеноцентрализованные, организованные преступные группировки, которые действуют уже не один год в Одесской области. Однозначно, не один рік, и это образ жизни, заработать на эти деньги. А их много вообще в Одессской области? Ну, деколька есть, и мы с ними працюем, я скажу больше, я бы закликал до себя их, спілкувался с представителями, и пояснил ситуацию, что реакция будет митева. Больше того, ситуация на этот рік складалась непроста, много земель есть, где те или иные люди из рейдеров, и другие, позависовали земли, не свои земли, чужие земли. Поэтому сидели, спілкувались, как лучше сделать, в этом году, кто сияет пшеницу, соняшник, все иное, то есть собирают, потому что, ну, как же, нужно вести порядок. Больше того, працюет подраздел аграрной политики, сейчас иная посевная, певная, контролируется, кто сияет. На наступный год будет наступный лозунг, так сказать, кто, чья земля, то есть собирают. Потому что, есть факты, где посеяли и рейдеры, забравши землю, кто посеял, то собрал, а тут... Тому в этом году, кто сияет, то есть собирают. На наступный год, чья земля, то есть собирают. То есть, я бы переделся, тех, кто хочет не на своей земле посеять, что ситуация будет однозначна. Больше того, есть много вопросов, порушений в регистрации земли. С этим вопросом разбираемся. Один из примеров. В одном из районов в ночь появился новый властник посевев. Вдруг? Вдруг появился новый властник посевев. Я расскажу вам, почему ночью, мне не понимали. И, на жаль, я тут скажу, что правоохранные органы не работали. Но комиссия втрутилась. На сегодня в этом населенном пункте собралися, собрали выборы, пришли жители, голосовали, кто будет в них керевником. Визначили с керевником, зареестрували. Есть действенный механизм, это комиссия при Минюсте, которая может скасировать любую незаконную реестрацию. То есть, мы подходим до всего. До комиссии Минюста, до судов и до конкретных вопросов, которые есть. На жаль, в окременных местах и селищах ци питания 10-15 лет стоят. И никто фактически ними не занимался. И сейчас это не просто вырежьте. Деякие телеграничники, вырежьте на меня, скажут, может, ты Ричук не так каже. Да я говорю так. Нещодавно мы собралися в Болгараде. Там есть певный населенный пункт, где питание стоит руками. Заявляют громадяни, нас не пускают на нашу землю. Питание стало. В меже земли установлюем, и я приезжаю туда. Приезжает комиссия, полиция, вас заводят на вашу землю, и вы працюете. На жаль, сегодня так стоит питание. Але до каждого питания мы подходим индивидуально, вникаем и хотим допомогти. Часто есть нарекания, что, допустим, местные сотрудники полиции чуть ли не крышуют рейдеров. Бывают рейдеры на технике, определенная группа лиц, и за ними люди в форме, которые, вроде как, обеспечивают законность. Как с таким поступать? Я скажу, ці факти мали место в нас. Я вдячний керівнику полиції, в якого позиція принципова, правильна, до сьогоднішнього дня була, і ми співпрацюємо. Були факти. Зараз по цих працівниках проводятся службовые перевірки, і я надеюсь, что в ближайший час він сам анонсует про то, что они уже звольны, потому что это не моя функция проводить перевірки, я не могу втручать в свою работу. Нещодавно в мене був на зустрічі керівник аграрного університету, у нас такий, я обачаюсь, тому що не всі ще назви, він сказав про те, що в нього є земля, земля аграрного університету, він вправиться мати, є певні кримінальні провадження, наклали арешти на цю землю, і сьогодні прийшли рейдери і забрали врожай, забрали землю в нього, фактично, така ситуація склалася. Тому на комісії в найближчий час буде спілкування з тими, хто наклав арешт, буде спілкування з тими, а чому так відбулося, і я думаю, ми постараємося розібратися, щоб, якщо вона є в начальному закладі, вона повинна використовуватися за призначенням. Аналогічні імущественні спори сьогодні йдуть і на території достатньо звісного, вже, к сожалению, в СМІ-об'єкту, це Нижний Дністровський Національний природний парк сетують містні, що там, несмотря на массу законодательних запретів, ведеться комерчна деятельність. Як відноситься до цієї деятельності обл. адміністрація? Як реагують? Какі мери предпринимають? До всякої комерційній ідеальності обласна адміністрація відноситься дуже позитивно. До всякої правильній, законній, я прошу, законній, но є но. Розумієте, створений національний парк пройшло більше 10 років. Порядку використання парку зонування проведено не було. На жаль, це всіх влаштовувало. Всі жили, як риба у воді, заробляли на рибі, заробляли на тих екскурсій, які проводили. До парку нічого не платили. Парк Ніщинський сьогодні. То есть отсутствие зонування та отсутствие границь? Ні, границі встановлені. Порядок використання цієї зонування, порядок території. На цьому території можна ловити рибу, на інші відпочивати, на третій це зона, на якій не можна нічого робити, четверта, господарська зона, це треба зробити. І там визначається порядок використання парку. Окривих осіб, які багато кричать по телебаченню в фейсбуке, але цього зроблено не було. Сьогодні губернатор поставив переді мною задачу. Задача нелегка. Я відверто скажу, я третину часу приділяю сьогодні національним паркам, щоб навести там порядок. Не хотят, багато перепонів є, але ми цю роботу проводимо. І зонування проведене буде, і парки будуть заробляти гроші. Ви скільки де національний парк, в якій країні є збитковим? В Одеській області це є такі парки, от вони зараз функціонують. А парки це що? Це робота, це податки, це зарплата населення, це порядок вилову рибаками і все інше. Тому почали працювати. Що я побачив? Ви виїхали рейди, працювали, я вдячний громадськості, я вам скажу, і правий сектор, і Свободі в ці хлопці виїжджали туди з нами, щоб це було об'єктивно, бачили, як є, спрацювали. Ловили і з сітами, і з рибою, і з лодками, значить, і то на рибі, і більше, і менше, повилучали там певні знарядя праці. Значить, ніхто на це не ривав. Більше то, я хочу сказати, рибінспекція, яка сьогодні повинна боротися з цим питанням, ми затримуємо працівника її там. А він телефонує ще старшому керівнику і каже, а що мені робити? Мене, тут так він сказав, обладміністрація з правим сектором затримала. З цим ми домовитись ми не можемо. Порозумієте, така ситуація? Часто рибаки сядуть на те, що рибінспекція не завжди ефективна, мягко скажемо, роботить. Не хочу говорити більш жорстко. Не тільки рибінспекція, ми з вами спілкуємо, скажу, сьогодні на цих рибаках наживаються багато хто. Наживаються. Тому я збирав рибаків, ми спілкувалися з ними. І губернатор задачу поставив зробити, щоб рибак міг влаштуватись на роботу, взяти інших осіб на роботу, платити ботатки і чесно працювати. Багато законодавчих колізій, багато нести вогу. На жаль, контролюючі органи на рівні держави, різні контролюючі, поставили відомчі нормативні акти одні умови, другі, треті, і вони суперечать одні іншим. І тут як не стане, рибак цей попадає. Тому зараз над цим працюємо. Хочеться допомогти їм. А на цьому нечесні на руку ділки наживаються. Я розумію, що у вас є желання, у вас є стремлення це зробити. Але є ли у вас полномочия? Я розумію, що якщо ви призиваєте на допомогу, ну не призиваєте, якщо вам на допомогу приходить правий сектор свобода, почему не приходять сотрудники правоохранительних органів? Почему не приходять... Вношу ясність. Я нікого не призиваю на допомогу. Я нікого не призиваю. Я залучаю, залучаю до цих заходів незалежних людей, які не заангажовані, в тому числі і працівники правоохоронних органів теж там. Я всім довіряю. Але коли буде представник громадськості, коли буде правоохоронець, коли буде рік-інспектор, технадзор, нехай воно так краще буде. Ну, на жаль, ситуація така складається. Більше того, я скажу. Як тільки ми проводимо рейд, вже всі там знають. Я це замітив. Він коли от... Таєш інформацію. Навіть перевіряють, коли автобус з гаража виїжджає, для того, що він їде на перевірку. От про що мова. Тому мені не треба допомога. Я хочу завикористати їх. Публічно, об'єктивно показати. Є ситуація. Ось вона така. І давайте разом наводити порядок. І повірте мені, над цим питанням сьогодні потрібно працювати. Тому що це робочі місця, це зарплата, а туризм. Я сьогодні поїхав туда, в ці краї Тузлевських ліманів, поїхав в парк, в інший національний парк. Ну, такого немає в світі. Такого немає. Тому зараз питання туризму. Питання туризму – це також дороги, це готелі, це все інше. Над чим сьогодні працюють певні служби адміністрації, і губернатор роздав доручення. Це все непросто, але робити це потрібно рано чи пізно. Давайте переместимся ще в один заповедний участок Одесской області. Речі йдет о Тарутинській степі. Ми тож неоднократно туда виїжджали. Там, напомню, повисходит серйозний спор между Министерством обороны і руководством заповедника Тарутинській степі, який був созданий 26 апреля 2012 року. Це заповедна степі, на якій запрещено люба хазяйствено-аграрна деятельність, але Министерство обороны в своє время і распахивало ці території. Тарутинський заказник – це дійсно місце, якого, мабуть, в світі немає більше. Виїжджав я туди. Крупніший в Європі. Однозначно найбільший. На жаль, був певний період, коли нікому це не потрібно було. Його розорвали, засіювали і все інше. Нещодавно факт мав місце. Тут же була направлена поліція. Дякую, виїхали, спрацювали, порушили кримінальне провадження. Зараз йде розбір цих питань. Не можна цього робити. Це наша історична цінність. Це наше добробут всього. Не одного якогось сільськогосподарника, а всіх. З приводу суду, який проходить. Дійсно, на жаль, я вам скажу, сьогодні йде суд, господарському судді. Я скажу про те, з цим процесом ми цікавимося, вникаємо в нього. Впливати на суддів ми не можемо, але, повірте мені, робимо все для того, щоб сьогодні зберегти заказником. Більше того, зробити його національним заказником. В найбільший час в мене планується зустріч з заступником міністра оборони. Ми з ним зв'язалися. Зустрічі, ми хочемо поспілкуватися. На жаль, і там є люди, які десь щось не зрозуміли. Які, ну... Отмечу, що сам Степан Полтарак, міністр оборони України, все время заявив о том, що він зробить все для того, щоб зберегти природний об'єкт, але приєтому Міністерство оборони подає в суд на рішення обласного совєту. Ну, якийсь такий юридический парадокс. Міністр підтримує нас найближче, в нас буде зустріч. Я думаю, ми переговоримо. Десь якесь непорозуміння. На жаль, це система. Система і Міністерство оборони, держава вона велика, не спрацювала. Київ із екологів не повинен мати сумнів в тому, що правда виграє. І там буде заказник. Більше того, він повинен бути національним. Сьогодні є доручення губернатора з цього приводу, і над цим ми плідно працюємо. Ну, січас там розпашка прекратилась ввременно, я так понимаю. Доповідаю вам, говорю, що розпашки там нема і бути не може. Спасибо огромное, Александр Дмитрич, за то, що поділились з нами з соображеннями на интересуючі одеситов теми. Я думаю, що ми будемо впредь следити і за розслідованням ситуации Вікторії. Еженедельно заседає комісія, еженедельно ми будемо обязательно відслежувати і інші питання, о которых, в частності, ми сьогодні поговорили. Спасибо огромне, за то, що прийшли в ефір. Дякую вам за ефір. Оставайтеся з нами, щастливо, увидимся.